Дмитрий Слезовский 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 некоторым исключением, которое допускается постановлением правительства. Это что будут за исключения? Кто попадает в разряд людей, могущих писать декларацию на бумаге? Эти исключения установлены законом. Это помещение под отдельные таможенные процедуры, если интересует конкретно это под уничтожение, либо под отказ в пользу государства. Также в отношении отдельных категорий товаров. Это товары, которые относятся к категории государственной тайны, которые являются отходами после переработки на таможенные территории, ну и некоторые другие. Сам по себе переход. Какие плюсы даст электронное оформление документов? Самый главный и очевидный плюс – это исключение общения участников ВЭТ с должностными лицами таможенных органов. Это очень важно на самом деле. Это возможность работать из собственного офиса. То есть нет необходимости декларанту присутствовать непосредственно в таможне. Эти плюсы будут весьма ощутимы. Может быть на первом этапе не всем это понравится, как всегда что-то новое, оно несколько пугает. На самом деле ничего в этом страшного нет, только плюсы. То есть по сути дела можем говорить о том, что коррупция как таковая будет искоренена? Все меры, направленные исключением коррупционной составляющей, будут предприняты. Хорошо. Есть ли еще какие-то планы работы на 2015 год, какие-то новшества и улучшения? Для таможенной службы Российской Федерации это, конечно, уже не новшество, это уже стандартная работа, это применение системы управления рисками. Что это означает? Вообще риск сам по себе, да, это вероятность появления нарушения таможенного законодательства. Существует оценка этих рисков. И самое главное для участника ВЭД будет, если он законопослушен, если он соблюдает законодательство в полном объеме, для него таможенный контроль будет незаметен. К этому мы стремимся всецело. Для нарушителей система управления рисками должна быть непреодолимой. Как по вашим планам, оборот увеличится в 2015 году с помощью внедрения электронной системы, или останется все на том же уровне? Как опыт показывает, увеличение происходит. Любое упрощение таможенных процедур ведет к увеличению товарооборота. Ну, хорошо, понятное дело, что это переходы, но переходы они как бы всегда сложны. Есть ли какие-то трудности, с которыми вы уже готовы столкнуться? Ну, таких больших трудностей нет. Очень важно понимание со стороны участников ВЭД. Чтобы безболезненно перейти на электронное декларирование, уже сейчас надо позаботиться о том, чтобы получить электронные подписи в удостоверяющих центрах. Они все есть в интернете выложены, это абсолютно свободная информация. Либо налаживать отношения с таможенным представителем. Это так называемые посредники между участником ВЭД и декларантом, которые на профессиональной основе оказывают консалтинговые услуги в области таможенного дела. Скажите, электронную подпись, как ее можно получить? А где вы? Опишите саму процедуру. Процедура очень несложная. Опять же, через того же таможенного представителя можно подать, либо самостоятельно направить информацию в удостоверяющий центр. Есть перечень бумаг, документов, которые необходимо туда предстоять. В течение двух-трех недель, а то и раньше, электронная подпись приходит по почте. Как правило, это на каком-то цифровом носителе. Как правило, это флешка. То есть, по сути дела, мы сводим к минимуму вообще стояние в очередях? В том числе и стояние в очередях, в том числе расходы на бумагу, на офисное обслуживание. Потому что все идет через оргтехнику, через сканирование документов, через заполнение форматов, которые предусмотрены для заполнения декларации на товары. Это все очень упрощает. То есть, получив электронную подпись, можно оформлять документы, не выходя из дома. Как это? Так ли это? И как выглядит вообще сам процесс? Абсолютно точно. Открывается программное средство, заполняются документальные форматы. Там сплошные подсказки в этом программном средстве, что, куда надо, какую информацию поместить. В дальнейшем подписывается электронной подписью и направляется через абонентский пункт. Абонентских пунктов достаточное количество по всей Российской Федерации. Из любого абонентского пункта можно направить эту декларацию. Хорошо. А финансовая составляющая, сколько это стоит денег? По опыту от 30 до 50 рублей за декларацию. То есть, и все, и больше ничего платить не нужно? Ну, кроме тех таможенных сборов и таможенных пошлин и налогов, которые предусмотрены законом. На сюжете был разговор о том, что будут какие-то упрощения по налогообложению. Разъясните эту ситуацию. Кому будут упрощать, либо вообще не взимать таможенные пошли? Не взимать таможенные пошли и налоги будут только в отношении товаров, которые будут поступать в адрес участников свободной экономической зоны. Это тоже важно понять. Это те лица, которые будут иметь инвестиционную деятельность, заключат договор на территории Севастополя, либо Крымского федерального округа, и будут включены в реестр участников СЭС, свободной экономической зоны. Эти товары должны быть предназначены только для реализации в рамках инвестиционного проекта. То есть нельзя просто купить товар за границей, ввести его сюда с целью продажи и стать участником свободной экономической зоны. Все это направлено на развитие в первую очередь производственной деятельности, для того, чтобы здесь росли предприятия, чтобы они занимались производством и продуктов питания, и товаров народного потребления, и промышленности, и машиностроения. Скажите, в этот перечень какие попадают товары? Что сюда можно ввести, чтобы были налоговые льготы? На самом деле все товары, которые не запрещены, но только в рамках инвестиционной деятельности. То есть для этого нужно вкладывать какие-то финансовые... Да, однозначно. В течение трех лет для малого бизнеса вложения, капитальные вложения должны составлять 3 миллиона рублей, для иных лиц 30 миллионов рублей. То есть, по сути дела, сейчас на территории Крымского федерального округа открывать предпринимательство выгодно и выгодно сюда везти? Да. Скажите, немножко вернемся к нарушениям и к прошлому году. Какие самые яркие были? Какие самые, скажем так, самые большие штрафы? И за что? Самые большие штрафы всегда происходят за недекларирование, либо недостоверное декларирование. В Севастопольской таможне таких штрафных инстанций было 4 на сумму свыше 3,5 миллионов рублей, именно за попытку перемещения товара помимо таможенного контроля. Другие нарушения были связаны... Был нарушен срок временного ввоза транспортных средств. Люди забыли по какой-то причине, не посмотрели на документы в свое время, на том, что у них уже наступил этот срок. А вот, скажем так, процентная составляющая, то есть больше людей действительно со злым умыслом, или это все-таки какая-то техническая ошибка, нарушает таможенное законодательство? В большей степени по неосторожности. Злой умысел несет более тяжелые последствия. У нас осталось несколько минут до конца эфира. Давайте немного подытожим еще раз о планах на 2015 год, самых ярких, самых грандиозных. Они остаются следующими. Это введение в полном объеме электронного декларирования и применение в полном объеме системы управления рисками. То есть, по сути дела, то, о чем мы сегодня говорили. То, о чем мы с вами говорили, да. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Я еще раз поздравляю вас с Международным днем таможника, желаю вам удачи и чтобы все в вашей работе получалось так, как запланировано. Благодарю вас. Я напомню, у нас в гостях был первый заместитель начальника Севастопольской таможни Алексей Васильевич Шулятьев. Не переключайтесь и смотрите информационный канал Севастополя. Севастополь.